Приветствую вас, Дарья, вы знаете, вот, ваша история, она примечательна тем, что вы говорите, что не представляете своей жизни без своего молодого человека. При том, что, будучи с ним в отношениях, вы устраивали с ним скандалы, вы не ценили его и прочее, когда он вас любил, но чем меньше он любил вас, тем больше любили его вы. Я бы сказал, что здесь очень явно проявляется ваш страх близости и бессознательный запрет на построение гармонических отношений и, вероятно, создание семьи. Потому что вы выбираете в себе таких мужчин, которые в глубине души всегда считаются себе неподходящими. Обесценивайте их, пока они проявляют к вам симпатию, и идеализируйте, когда они от вас отворачиваются. Несложно догадаться, что это зеркальное отражение вашего отношения к самому себе. Так вы видите себя, так вы воспринимаете себя. И проявляется это в том числе и в том, что вы считаете, что этот человек для вас самый важный в свете, и в своей жизни без него не представляется. Проявляется это в том, что вы хотите, как было раньше, но как было раньше? Раньше вы устраивали пистяковые скандалы, не ценили его и прочее. Вообще, вообще, здесь есть противоречие. Вы хотите, чтобы все было как раньше, но при этом говорите, что раньше вы его не ценили, вообще относились к нему по-другому. Это противоречие, которое вам нужно разрешить. Дальше. Вы говорите о том, что устраивали пистяковые скандалы. Если честно, здесь не видится также обесценивание, потому что, ну, пистяковых скандалов не бывает. Извините, это очень мощная выработка эмоциональной составляющей, это очень мощная выработка эмоций. Эмоции, это очень мощная, мощная идет, мощная забрата ресурсов, и это не пустяк. То есть, если это случилось, значит, это важно для вас. Вот. Ну и выбор молодого человека, эээ, тоже довольно интересно поисследовать. Эээ, вы говорите о том, что не представляете, что жизнь без молодого человека. То есть, значит, вы не готовы его отпустить. Ну, можно ли считать тот факт, что вы не готовы его отпустить любовью, я оставлю на ваше усмотрение. А вам я сейчас хочу сказать только то, что эээ, восприятие человека как того, без кого вы не представляете свою жизнь, делает вас зависим от него, от его действий, от его поступков и обесценивает вас. С другой стороны, это свидетельствует о том, что вы не видите ничего ценного в своей жизни. То есть, для вас нет ничего настолько сложного, к чему бы вы двигались по жизни вперед, не зависит от того, есть с вами рядом кто-либо или нет. Это тоже достаточно серьезная, на мой взгляд, проблема. И с ней, с этой проблемой можно и нужно работать. Поэтому, дело не в том, чтобы вернуть молодого человека. Если вы его вернете, но вы останетесь прежней, а ситуация повторится. Другой вопрос, если вы разберетесь в себе, если вы пройдете терапию, эээ, возможно, вам молодой человек и не нужен еще будет. Самое все. Увидите, увидите, увидите вы в нем только отражение себя. Той, которой больше уже не будет в результате терапии. А может быть, может быть, и вы их сохраните, знаете, чувство к молодому человеку, но будете вести себя с ним по-другому и ваши отношения сохранять. В любом случае, вернуть чувства нельзя молодого человека. Если они ушли, то они ушли. Вы можете стать такой, какой были в начале отношений. Если вы можете вести себя так же. Это склыхнет, эээ, конечно, ассоциативный ряд молодого человека. И на какое-то время к вам может его вернуть. Но в долгосрочной перспективе это не работает. Вам необходимо лучше слушать себя, вам необходимо обрести более полную осознанность в своей идее. В своей ценности, стать независимой от людей, от молодого человека. И тогда у вас все будет в порядке. Вне зависимости от того, как будет вести себя машина. Вот и ответ на ваш вопрос. Локально, чисто локально, если говорить, то я бы выделил привозность, я бы выделил страх близости, я бы выделил как раз вот страх близости как основу для построения деструктивных отношений. То есть, есть некая связь между тем, что вы выбираете себе мужчину, которого вы не цените. И пока он ценит вас, вы не цените его. А когда он начинает вас не ценить, вы начинаете ценить его. То есть, это построение родительского сценария. Я полагаю, что что-то подобное у вас было в отношении к родителям. Ну, здесь, конечно, нужно исследовать. Но в любом случае, цените вы только то, когда обесценивают вас. Это зеркальное отражение. То есть, вы верите тому, что человек вас обесценивает и у вас появляется желание завоевать его внимание. Кроме как, в родительской семье это практически нигде не появляется. Ну, бывают, конечно, разные случаи. Бывают случаи, когда не в родительской семье такая история получается. Но даже если это случилось не в родительской семье, то история сама по себе, случившаяся где-то, она является отражением от родительской какой-то ситуации. Ну, то есть, это детско-родительская ситуация. Вот. Такая вот история. Я думаю, что в некотором смысле вы боитесь одиночества и не принимаете себя полностью такой, какая вы. Ну, в силу вот обесценивающих интенций у вас. Это нужно корректировать, а дальше, дальше, дальше будет видно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Дабы подтвердить мои слова относительно страха близости, вы можете почитать свою психологическую игру «Скандал». Она продемонстрирует вам то, о чем я говорил. Я желаю вам всего самого доброго. Ну, я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом, и вы все-таки придете к какому-то решению. Спасибо. Спасибо.